СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 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 СЕМЬЯ, ДЕТИ САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТАП В ЖИЗНЕ ЧЕЛОВЕКО ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ ВЫ МНЕ НАПОМИТЕ, МЫ УЖЕ РОДИЛИ РЕБЁНКА? НЕТ, МЫ ГОТОВИМСЯ МЫ ГОТОВИМСЯ МЫ ГОТОВИМСЯ МЫ ПРАВИЛЬНО ЖЕНИЛИСЬ МЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ МЫ ПРАВИЛЬНО ЖЕНИЛИСЬ МЫ ПРАВИЛЬНО СЕБЯ В СЕМЬЕ ВЕДЁМ МЫ УЖЕ ЗАЧАЛИ, НАВЕРНО, РЕБЁНКА, ДА? НУ ВОТ ТУТ КАК БЫ ЕЩЕ НЕПОНЯТНО ЗАЧАЛИ, ТО ЕСТЬ ТУТ ВОПРОС ПОДГОТОВКИ К ПОЯВЛЕНИЮ, ОН ВИТЬ МОЖЕТ БЫТЬ И ДО И ПОСЛЕ ХОРОШО, ДАВАЙТЕ ЗАЧИНАТЬ РЕБЁНКА ДАВАЙТЕ ЗАЧНЮ ОЧЕНЬ ВАЖНО ЕСТЕСТВЕННО В УСТРАИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ДАВАЙТЕ СТОЛЬКО МЕЖДУ МУЖЕМ И ЖЕНОЙ ОТНОШЕНИЕ ВОБЩЕ К САМОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ЭТОГО РЕБЁНКА НЕ МОГО... КАК-ТО ВЫ ТАК ОБЫДЕННО СКАДАЛИ ПРОИЗВОДСТВУ ЭТОГО РЕБЁНКА НОРМАЛЬНО, ПРАКТИЧНО ОДНОЕ ДЕЛО БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ, ДРУГОЕ ДЕЛО НАШЕ СТАРАНИЕ ОТНОШЕ СТАРАНИЕ ОТ ПРОИЗВОДСТВУ А БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ МЫ ТУДА НИКАКИМ ОБРАЗАМ НЕ ВЛЕЗЕМ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ КАКОВО? ВСЕВЫШНИЕ ГОВОРИТ В КУРАНЕ ОЗНАЧАЮЩЕ ОДНИМ Я ДАЮ ДЕВОЧИК, А ДРУГИМ МАЛЬЧИКОВ ТРЕТЬМ ДЕВОЧИК И МАЛЬЧИКОВ, ЧЕТВЕРТЫМ НИКОГО ЭТО БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ МОЯ ЛЮБИМА ТАТАРСКАЯ ПОГОВОРКА БЕЗ ДАНХАРАКАТ АЛЛАХ ТАН БАРАКАТ ОТ НАС ДЕЙСТВИЯ, ОТ БОГО БЛАКОСЛОВЕНИЯ И РЕЗУЛТАТ КАК РАЗ ТОЖЕ СУДА ПРИМЕНИМО НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ, ЧТО ПОСЛЕ НОЧИ ЛЮБВИ, ПЯТИ ЛИ МИНУТ ЛЮБВИ ОБЯЗАТЬНО ПОЯВИТСЯ РЕБЁНОК НЕТ, НИКАКОЙ УВЕРЕННОСТИ ТОЧНО ТАЖЕ НИКАКОЙ УВЕРЕННОСТИ НЕТ ОТОМ, ЧТО У НАС БУДЕТ МАЛЬЧИК, ЛИБО ДЕВОЧКА, ЛИБО ДВА МАЛЬЧИКА, ЛИБО МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ ПОТОМУ ЧТО ВСЕВЫШНИЙ В КОРАНЕ ОПЯТЬ ГОВОРИТ И ПОСЛА НИКОЛА, МОХАМАД МИРИМУ ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛ, ЧТО КАКОЙ ПОЛ РЕБЁНКА В ЖИВОТЕ У МАТЕРИ, НИ ОНО СУЩЕСТВО И ОДНО ТВОРЕНИЕ ВСЕВЫШНИГО НЕ ЗНАЕТ И ВОТ ЭТИ СЕЙЧАС КОДА ГОВОРИТ ЯКОБЫ УЗИ ВРАЧИ МОГУТ ПРЕДСКАЗАТЬ ШАРЛАТАНЫ РАЗЛИЧНЫХ МАСТЕЙ МОГУТ ПРЕДСКАЗАТЬ ДАЖЕ ПОМОЧЬ ТЕБЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОЛРЕБЁНКА ЗАГАДАТЬ НЕ ПОКУПАЙТЕСЬ НА ЭТОТ ОБМАН, ПУСЬ РЕБЁНОК БУДЕТ ИМЕННО ТОГО ПОЛА, КОТОРОВ ВСЕВЫШНИЙ ДАСТ, ЛЮБИТЬ-ТО НАДО РЕБЁНКА, А НЕ ЕГО ПОЛ ИНАЧЕ МЫ СКАТИМСЯ ЛИБО В ГЛУБОКИЙ МАРАЗМАТИЧЕСКИЙ ПАТРИАРХАТ, ЛИБО В ДРУГУЮ СТОРУНУ, МАТРИАРХАТ НО ВИТ ТАК УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗЫВАЕТ, ГОВОРИТ ПО ДАТАМ, ПО ЧИСЛАМ, ВОТ ЕСЛИ В ЭТО ВРЕМЯ, ТО БУДЕТ МАЛЬЧИК, ВОТ ЕСЛИ В ЭТО ВРЕМЯ БУДЕТ И ВСЕ ТАКИЕ РАСЧЁТЫ НА МНОГИХ ЛИСТОЧКАХ НЕ, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ РОДИЛИ РЕАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ, ВЫ У НЕХ СПРОСИТЕ, КОГО ОНИ ХОТЕЛИ, МАЛЬЧИКО И ДЕВОЧКУ, ПОЛУЧИЛОС-ЛИ КОГО ОНИ ХОТЕЛИ? А давайте мы сейчас спросим все-таки Василия Песцова, он с нами на телефонной связи, настоятель храма Иоанна Претечи нашего города, первый проректор Авиацкого Духовного Училища. Отец Василий, добрый день. Добрый день. Вот хотели бы видеть, конечно, в нашей студии. Здравствуйте. Но я надеюсь, что наше общение удастся, и вот мы сегодня в программе говорим о подготовке мужчин и женщины, которые находятся в браке к рождению ребенка, к воспитанию плавно переходим. Вот хотелось бы Вас сейчас услышать о такой духовной подготовке к этому великому моменту. Конечно же, уже было много сказано хорошего, правильного, подготавливающего родителей к рождению ребенка. Но в первую очередь главным залогом достойного рождения ребенка является любовь между родителями, которая скреплена законным супружеским браком. И, естественно, без этого необходимого условия рождение ребенка, оно может быть глубоко испорчено, что ли, ошибочно. Но, к сожалению, в наше время встречаются такие случаи, когда пары сходятся, не расписываются, живут беззаконным браком, потом у них рождаются дети. И часто такие семьи остаются в одиночестве. Отец Василий, а что вот насчет, так сказать, предсказания пола, вот мы сейчас, так сказать, начали, это вот как-то заострили на этом внимании. Вот как вот человек может предопределить какими-то расчетами там, научными там типа исследованиями? Кто будет? Для меня это достаточно, как бы сказать, забавно, потому что мы все-таки, как православные христиане, всецело полагаемся на волю, на его промысел на нас. Поэтому сам этот подход к вопросу, кто будет, мальчик или девочка, для нас не стоит. Любой ребенок есть благословение Божие для семьи, для каждого человека. Какая разница, мальчик или девочка, оба они будут с упорой в будущей жизни человека. А вы вот как думаете, почему люди вот иногда хотят, ну, по крайней мере, в моей жизни большинство хотели мальчика? Почему вот люди иногда хотят мальчика, а иногда вот прямо вот им... Вот вы как считаете, есть такая какая-то разница, вот тем более сейчас, как бы в наше время? У нас в жизни, Алиса Ильич, много хотелок, много желаний, многие хотят, мальчика, а не девочка, многие хотят такое жилье вместо такого, такую машину вместо такого, так далее. Это все хотелки человека, а все, что они далеко не обязательно, это будет на пользу человеку. Господь всегда определяет обстоятельства нашей жизни так, чтобы они способствовали нашему спасению, сохранению нашей души от греха. Вот, поэтому... Есть русская поговорка. Человек предполагает, Господь располагает. Только что Нур-Ислам Хаджи сказал это по-татарски. Бездан-Агаракят. Аллахтан-Баракят. Да, да, да. Вы, по-моему, сговорились с Нур-Ислам Хаджи, заранее договорились. Мы же коллеги все-таки. Кстати, Нур-Ислам Хаджи, да, и отец Василий, скажите, а вот стремление все-таки узнать, если уж говорим про полуребенка, если прибегают к услугам медицинским, да, либо, как вы сказали, гадалки, там, шарлатаны, да, это грех? Да. Грех? Да. Потому что это как бы... Можно я? Да, отец Василий, да. Выскажу тоже, да. Да, да, давайте по порядку. Безусловно, если... Безусловно, если человек прибегает к услугам, к каким-то гадалкам, астрологам и прочим, пытаясь вычислить полуребенка, само по себе это, безусловно, грех. Самообращение к этим гадалкам, потому что гадалки и астрологи, они работают, несомненно, с темной силой, то есть с весовской силой, и самообращение к ним, есть грех для человека. Есть заповеди, есть запрещающие колдовство, астрологи, гадания, потому что это пренебрежение силы и воли Божьей. А вот, если человек пользуется, ну, допустим, на поздних сроках, там, естественно, делают УЗИ, да, и, естественно, по УЗИ могут с какой-то степенью вероятности определить будущее полуребенка. В этом нет абсолютно никакого греха, потому что это обычная врачебная процедура, а искусство врачей и их работа такая же, так же благословенна Бобом, как и другие врачебные процедуры. Дорислав Хаджи. Кроме хараката в производстве самого ребенка, то есть действия, мы же можем обратиться с просьбой ко Всевышнему Создателю о том, чтобы результатом наших действий, результатом любви между мужем и женой, законными, естественно, был младенец определенного пола. Попросить Всевышнего можно, ничего плохого нет, потому что это его прерогатива, это его промысел, и здесь мы ничего не нарушаем. А просить в свободной форме или есть какая-то специальная палитра? Тут же как вот в сердце какие-то промысловки будут. Или спецдуа какой-нибудь там. Вот напишем на бумаге, носи на себе и там. Не, ну тут надо очень искренне сказать Богу, ну, пожалуйста. Ага. То есть можно просто своими словами сказать, но очень искренне. А кто создал языки? Бог? Да. Он же и принимает молитвы на этих языках. И я знаю людей, которые, обратившись к Богу, получили результат, какой они просили. Но ни в коей мере они не прибегали к каким-то этим шарлатанским закорючкам. Нет. То есть всяким там расчетом, приемом каких-то там. Очень искренне молитва, настолько искренне там шла из глубины сердца. Естественно, был харакат, естественно. Здесь уже естественно был результат. Результат, да. И сейчас эти два близнеца бегают. А вот если я спрошу, хорошо. Ну вот искренне, значит, от всей души попросил Бога, а Он тебе дал не того пола. Значит, не искренне просил. Нет. В любом случае надо быть довольствоватся. Потому что недовольство Божьей волей, Божьим результатом, это высокомерие, о котором Всевышний говорит в Коране. Он сам себя возвысил, неблагодарность это возвышение самого себя, и стал кефиром неверным. Это было сказано про шайтана, про сатану. Ну да, да. Результатом которого для него будет вечный ад. Вот что значит проявление неблагодарности. Кого Бог дал, теми радуемся. Отец Василий, вы можете подключаться. Да, как в этой ситуации, да. Да, я хотел бы поддержать. Вот я же говорю, коллега поддерживающий, да. Я хочу, маленько, дополнить эту мысль, потому что я еще могу сказать, что вот на основе жизненных примеров мы, как священники, очень часто видим, что люди зачастую хотели одного, получали совершенно другого. Вон, в частности, детей, допустим, хотели мальчик, первая родилась девочка, допустим, а потом через какое-то время, через прошедшие годы, они зачастую говорили, что очень хорошо, что, допустим, у нас родилась сначала девочка, потом мальчик. Человек же совсем не понимает, что является последствием его желаний, последствием его хотения. Он не может видеть наперед. А Господь, он в сердце видится, он видит и сердце человека, и обстоятельства жизни человека, и то, что будет с человеком. И дает человеку зачастую лучшее. Даже несмотря на то, что иногда человек просит иного. Неисповедимы пути Господни. Поэтому я думаю, что он стоит каждому из нас положиться на все ведения и помощь Божия. Ведь история человечества, племен человеческих, знает о том, что если в общине в какой-то есть некое возвышение мужчины, понятно, там, из-за его предназначения воевать, защищать, землепашество и так далее, то есть использование его. Теопринижение роли женщины в обществе, потому что женщину можно было добыть в войне, в битве, там, нападении на соседнее племя. К чему приводило такое отношение к женщине? К убийству маленьких девочек. К убийству, когда, это мы знаем же из истории арабов, когда в их обществе было, считалось совершенно нормальным девочку, они же ее не убивали. Они выкапывали, яму подводили, к ней толкали так легонько плечиком, она туда падала, и они ее закапывали живьем. И ислам запретил такое убийство. Первый же запрет был на убийство детей. Аллах говорит, не убивайте своих детей из-за боязни, что вы их не прокормите. Я их кормлю. Господь кормит всех. А если уж хочется мальчиков, то надо девочку, свою доченьку, хорошо выдать замуж, и она приведет тебе нормального зятя. А хочется девочку, то готовь мальчика, и он приведет тебе сноху. Вот такой прагматический подход. Не требую этого сейчас, не требую сейчас. Будь отца, будь родителям нормальным. Будь довольным тем, что имеешь. Конечно, и будет у тебя все это, остальное это, что тебе надо. И девочки в семье будут, и мальчики в семье будут, как хочется тебе будет. А потом, естественно, внуки. И это правда. Да, и это правда. Давайте немножко продвигаться дальше. Хочется обсудить сейчас период вынашивания ребенка. Есть какие-то ограничения здесь для женщины, как она должна себя вести, как должен вести мужчина? Мужчина предельно тактичный, нежный, заботливый. Потому что она носит его ребенка. Порох так и говорит, что дети по отцу. Ребенок принадлежит отцу, поэтому он и заботится всячески. Когда ребенок рождается, он обязан обеспечить ребенка молоком материнским. Ибо в Коране сказано, от зачатия до отнятия от груди 30 месяцев. Это Божье установление. И если мать не может кормить сама, то обязанностью отца является нанять кормилицу. И там даже есть правовое такое положение, что вот эта кормилица, она становится родственницей, дети ее становятся запретными для женихбы, вот этому, кого она кормила. Даже вот так. И она, на самом деле, очень близким родственником становится. Молочная мама? Да, молочная мама. Молочное родство – это очень близкие родственники. Мама, естественно, старается всяческим образом пообщаться с ребенком, словесно, мысленно, создать для себя салям. Салям – это мир, спокойствие, вот такое. Поглаживая по животу, говорит, я Мохаммад, я Мохаммад. Это переводит как восхваляемый. Это когда внутри еще находится ребенок. Да, то есть она тем самым обращается к своему ребеночку, которого она хочет, чтобы он был в обществе уважаемым, восхваляемым. И одновременно она тем самым устанавливает контакт со своим ребенком. Ведь мать для ребенка – это не просто тот сосуд, который тебя выносил. Тут отношение к матери – это мы отдельную передачу сделаем, наверное. То есть мы тут переходим с вами уже на вопросы воспитания, когда еще ребенок в чреве. Отец Василий. Отец Василий, да, вот православная традиция, собственно, да, вынашивания чада. Ну вот, Нурислам Хаджи рассказал много таких четко прописанных правил, которые существуют в исламе относительно вынашивания ребенка. В православной церкви таких правил нет. То есть у нас нет каких-то установлений, которые определяли бы, как, где и женщина должна, каким образом женщина должна вынашивать ребенка. Мы их не найдем ни в Евангелии, ни в канонических каких-то правилах, но в данном случае и беременность, и роды, и вынашивание ребенка – это все подчиняется общим принципам устройства христианской семьи. То есть которая основывается на устройстве христианской церкви, когда муж изображает Христа, а супруга изображает церковь. И если в процессе вынашивания ребенка сохраняются идеальные христианские отношения между супругами, со стороны супруга – это сила, это забота, это опека, зачастую терпение недостатков или каких-то сложностей характера женщины в период родов, в период беременности. А со стороны женщины – это, конечно, забота, любовь и покровительство как уже к своему вынашиванию малышу, так и к своему мужу. Тогда вот в этих гармоничных отношениях, которые, в общем, достаточно свободны от каких-то еще установлений, и церковь предполагает, что будет вынесено достойное чадо. То есть человек получит достойное начинание для своей христианской жизни. Поэтому вот не могу высказать каких-то отдельных положений. Все должно подчиняться этим общим принципам христианского брака. Ну, давайте затронем, наверное… Родимся? Нет, может быть, проблему распространенную, когда союз между мужчиной и женщиной распадается на этом этапе по инициативе мужчины. Потому что… Не обязательно. Ну, не обязательно, да. Бывает. Бывает. И по инициативе. Мне хочется, чтобы в жизненных ситуациях… Лошадка тоже бывает, с брюки вылетена. Ну, да, тоже бывает. Как Нурислав Хаджи в этом случае? Ну, если мужчина, а он свободен в своем выборе, в отличие от женского права подать на развод к судье, мужчина может в любой момент дать. Тем не менее, на нем останется обязанность содержания ребенка до совершеннолетия. То есть это исходя из того, что он, ребенок, относится к мужчине, да? Да. Он является… С него не снимется никаким образом ответственность. Никаким образом. То есть он не сможет таким образом убежать, так сказать, перед Богом от ответственности? Он же только от жены освобождается. Да. А от ребенка никак. Причем, если женщина впоследствии выйдет замуж, естественно, ребенок остается с матерью. Это право матери никаким образом не отнимается, потому что в мире нет никого более приспособленного и достойного для того, чтобы человека на первых порах его жизни воспитывать, заботиться. Простить. Да. Кормить. Ну, а если женщина выходит замуж, тогда ребенок переходит к отцу, потому что у нее другое предназначение – подчиняться мужу. А это все равно будет неродной. А в любом случае родной отец считается заранее, априори, что он будет любить и заботиться о своем ребенке. Раз он не любит мать, то ребенок-то ни при чем. Вот так разделение идет. И если она не выходит замуж, то она воспитывает до 7-летнего возраста что мальчика, что девочку. Когда 7 лет исполняется, дети переходят под опеку отца. Потому что мальчика уже надо обучать, намазу, молитве. Он уже должен вместе с отцом стоять на молитве в это время. Если в 10 лет он уже не стоит, то его можно и наказывать. Если он не молится вместе с отцом, дозволяется такое. А 7 лет – это тот возраст, когда ребенок перестает быть господином, да? По китайской, по японской системе, да. А там еще какой-то период, я уже помню, что-то мы говорили, с 7 до 14. Это когда он раб. Опять по-японски. Но мы же не специалисты японских мировоззрений. Девочка, когда у нее начинается хайдз, то есть ежемесячное истечение крови, она считается нуждающейся в помощи, в поддержке. Опять-таки, это отец. Удивительное дело, что для отца более важно, для хозяина семьи, для мужчины, более важно знать тонкости ежемесячных истечений крови у женского состава и его семьи, чем даже самой женщине. Потому что это касается вопросов богослужений, молитвы, поста, чтения Корана. То есть он как бы муфтий в своей семье, на нем ответственность за ошибки женщины. Он должен контролировать. Они только подсчитывают, когда началось, когда закончилось. Они подсчитывают. А он все эти вопросы регулирует. Когда можно начать снова молиться, можно ли брать в руки Коран и так далее. И вот девочка подходит в семь лет, уже переходит под опеку отца. На нем, потому что лежит фарс. Это фарс предписания Всевышнего, обязательное к исполнению, категорическое. Дать образование и выдать замуж. Вот его предназначение. Дать профессию и женить. Это не предназначение, это обязанность. Обязанность. Отец Василий, мы рассматриваем случай, когда все-таки на... Что несчастье происходит в семье, развод. На этапе как раз-таки беременности. Понимаете, вопрос с точки зрения освещения его с позиции православной церкви очень непростой. Хотя бы потому, что до 20 века разводов у нас практически не было вообще. Ну, приведу пример. В середине 19 века Игнатий Бринчанинов, один из знаменитых святых, епископов, он писал, что ужас в моей епархии за прошлый год было аж целых три развода. Ужас о падении нравов. Поэтому, естественно, норм, которые бы описывали до скольки лет, как, их в православии не сформировано. Да и вряд ли будет сформировано, потому что само по себе расторжение брака, независимо по чьей инициативе мужчины или женщины, является безусловным грехом. Потому что ведь в Евангелии сказано, что Бог сочетал, человек, да, не разлучает. Поэтому, естественно, поступок мужчины, допустим, который бросает женщину во время беременности, это, безусловно, грех. Такой же грех, как и при обычном разводе, но отягощенный еще и таким обстоятельством, что ты бросаешь своего любимого человека в период, когда ему очень и очень тяжело, как он носит своего ребенка. Поэтому, безусловно, такое поведение осуждается. Но как дальше будет воспитание ребенка проходить, как женщина будет вынашивать, это в церкви не регламентируется. Сейчас это регламентируется, ну, фактически гражданским законодательством. То есть есть там суд, там с кем ребенок остается. Ну, понятно, кто не родился, кто мать уращивает, что мама в этом случае может выйти за другого человека, и ребенок начнет расти в новой семье. Но вот каких-то отдельных правил в этом смысле нет. Безусловно, если семья распадается, это страшный грех, страшная трагедия. Этого всячески надо избежать. Если же это случилось, я советую, конечно, женщинам в такой ситуации, просто обращаться в церковь, искать молитвенной помощи, потому что это больше всего укрепляет. Я скажу по собственному опыту, у меня мама осталась, сколько мне было, 4 года, отец умер, она осталась одна, 4 года было очень непросто, и она нашла и утешение, и поддержку в церкви. И вырастила, вытащила одного ребенка. Поэтому чечевного помощи, вершинство никогда не оставляет в этих тяжелых ситуациях. А норм для таких трагичных и рихованных ситуаций в церкви нет. Отец Василий, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы сейчас на небольшую рекламу прервемся и скоро продолжим. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ На самом деле не так много времени у нас остается, а тема такая очень важная и большая. Ази Сагаев. И Владимир Сметанин. Да, Нурислам Хаджи, имам села Корино Слободского района Кировской области. У нас сегодня в студии непосредственно, а на телефонной связи Василий Пецов, настоятель храма Иоанна Предтечи, города Кирова, первый проект авиатского духовного училища. Отец Василий, у меня вот такой вопрос, тогда до конца, чтобы... Значит, церковь запрещает фактически разводиться. Да, это грех. Да. Значит, венчает церковь второй раз людей, которые развелись и, значит, вот пришли в церковь, чтобы снова обвенчаться? Да, венчаются. Второй раз. Церковь, безусловно, признает, что это грех. Но прекрасно понимает, что иногда бывает так, что люди уже разошлись. Брак расставлен по факту. Она же не может людям сказать, что снова сойдитесь, потому что это грех и принудительно их заставить любить друг друга. Это невозможно. И тогда церковь, к сожалению, признает, что да, действительно, люди не выполнили заповеди Божьей. Люди совершили грех, разошлись. Но вот создается новая семья, и дабы не оставлять ее без церковного благосклавения, в этом случае церковь снова может совершить таинство венчания, но при этом оно совершается уже даже другим чином. То есть не тем красивым чином первого венчания, с венцами, с хождением вокруг аналога, где одной сим идет символ чистоты христианского брака, а уже чином, в котором есть ноты покаяния за несохранение первого брака, так называемый чин венчания второбращных. На них, например, не надевают венцы во время этого чина, там есть покаянные молитвы и так далее. То есть уже есть понимание. Причем, пока вот этот момент в канонах прописан, для человека вообще допустимо лишь в три раза выходить замуж. Четвертый брак, церковь, ее за брак не считаются в принципе. То есть это блудное сожительство таким образом получается. О как. Интересно, а есть по этому поводу в исламе какое-то, что женщина, например, четвертый раз... Ограничение какое-то. Кто в четвертый раз? Замуж выходит. Да, пожалуйста. То есть можно четвертый, пятый и... Да, пожалуйста. Но тут, видите, ограничено сроками... То есть срок ожидания после развода, после объявления развода со стороны мужа, три месяца ожидания для того, чтобы убедиться в чистоте, то, что она не беременная. Потому что если она беременная, он обеспечивает до родов. Ну то есть тот же путь, что вот вы ранее написали. Тот же путь, да. Ребенок на отце. Никуда не девается. Его обязанность с него не снимается. Он расстается с ней как с женой, но с ребенком как расстанется. То есть это прописано, да, вот, очень жестко. И если он не будет обеспечить, женщина обращается к суде, к Адыю, к мусульманскому суде за требованием своих прав обеспечения. И даже есть такое, что, вот я, у меня, конечно, мужья сейчас, наверное, поругают мусульманские, ибо их жены не всегда знают. В принципе, даже женщина может до родов договориться с мужем об оплате ее услуг по кормлению ребенка. Ну потому что... Липопытный момент. А тут все логично, потому что если ребенок принадлежит мужчине, да... Конечно, она должна кормить, ибо ребенок спросит в судный день с мамой, мама, что ж ты не кормила? Да, да, да. Но вот есть такой юридический нюанс, она может потребовать плату. Я сейчас за женщин. Женщины, запомните это. И кому я женщинам так рассказал, мужья, конечно, меня уже были очень недовольны, потому что женщины потребовали там довольности, алина. Вознаграждение. Кормление-то в утробе имеется? Нет, родившего. Я пытаюсь все родить ребенка уже. Сейчас давайте будем рожать ребенка и сделаем задел для следующей уже программы. Ну давайте, родили ребенка. Итак, появление на свете. Во время родов что? Первое. Правое положение женщины. Если она во время родов умирает, она в степень шахида. То есть ей прощаются все грехи, все грехи, все это прописано. То есть она в раю. Она как чистый лист. Она в раю, да. Затем, каждая схватка материи, это неоплачиваемый долг для ребенка, которому она родила. Он никогда не сможет рассчитаться. Никогда. Даже были судьи, я сам видел в Мекке, в Хаджи, когда... Рассчитаться в смысле, в духовном смысле? Нет, нет, в духовном, материальном. Да, во всяком не рассчитаться. Да, не рассчитаться. Сам был свидетель, видел, как своих матерей на плечах носили. Отца безногого там один носил, мать носили, все. Вот в Хаджи для Хаджи, да. И подобный случай описано из предания посланника Аллаха, алейсалям, Мухаммада. Когда к нему обратился человек, говорит, вот я маму свою в Хаджи все на себе относила, на все обряды совершила. Рассчитался ли я с ней? Он говорит, ты даже за одну схватку не рассчитывался с ней. И когда одна из женщин в обществе обратилась к пророку, сказала, а к кому человек должен, в первую очередь, проявлять милость? И пророк сказал, к отцу, конечно. Женщина возмутилась. Как? Он, когда женился, первую ночь он опять удовольствие получил, он тяжести не носил, он получил наследника. А мне, говорит, первую же ночь больно было, тяжесть я носила. Когда кормила от себя, отрывала. И посланникала Аллаху, я ему говорю, конечно же, в первую очередь, матери милость. Матери, матери трижды сказал. Потом отцу. Но это все равно не исключаем же, конечно. То есть крыло милости над матерью. Это отношение. Вот за эти, за роды. Потому что больше нам никто ничего не даст. Никакая пробирка нас не создаст. Никакой механизм, аппарат, о которых фантасты пишут, не создаст нас. Только мать. Две минуты уже остается. А к отцу Василию все-таки. К отец Василий, да. Рождение. Факт рождения, собственно. Как нужно себя вести здесь? Что это значит вообще? Для, ну, понятно, что для православного человека рождение ребенка это всегда огромный праздник. Вспомните, если Евангелие, Господь Иисус Христос говорит, что приводит пример о том, что женщина страдает во время родов. Она испытывает какие-то мучения, но при этом, когда ребенок рождается, она уже не помнит всех этих страданий за ту радость, когда рождается человек в мире. То есть и для супруги, и для супруга это огромная радость. Но это и, конечно же, огромная ответственность. И недаром заслуга матери в рождении ребенка со стороны церкви признается настолько большой, как и заслуга отца в содержании семьи, в подтверждении его. Потому что фактически церковь прославляет мать за то, что она рождает дитя. И ее статус, равноправный статус, ведь в заповеди не говорится сначала, говорит, что «чти отца и матерь твоего, да долголетен будешь на земле». То есть они, чти отца и матерь, они в равном степени достопны одинакового почитания, безусловного почитания со стороны детей. И, естественно, поэтому их равное положение описывается тем, что отец, семью отец является опорой семьи, а мать является основой детей. Это равное по заслугам перед Богом статусы. — Хотите что-то добавить? — Да, хочу добавить. — Несколько секунд остается. — Совет женщинам, которые только-только родили, кушайте финики. Это историческая, каноническая, кораническая история, когда Марья, мать пророка Иисуса, мир ему и благословляла, родила его, и ей было сказано «кушай финики». И польза от них современными учеными уже подтверждается. Это самый лучший продукт для вашего здоровья после родов. — Вот так быстро истекло время, очередная программа «Союз нерушим». Ну что, договариваемся? Через две недели? — Договариваемся. — Да, уже будем с младенцами. — Да, через две недели, отец Василий. Спасибо вам большое, что вы были с нами на связи. — Спасибо большое. — Спасибо большое, да. — Ассаляму алейкум. — И Владимир Сметанин. — Алис Сагаев. — До свидания. — Ислам Хаджи, имам села Корино-Слободского, район Хировской области. Спасибо большое. До свидания. — Всего доброго. — До свидания. — До свидания. — СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ КОНЕРУЖИМЫЙ